Чувашия активно включилась в подготовку к строительству будущей магистрали. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Михаила Янковского, все необходимые решения в республике приняты. Мы активно участвуем по выполнению плана, который представлен со стороны РЖД, и где записаны конкретные пункты, касающиеся органов исполнительной власти. Мы согласовали основной коридор прохождения трассы по Чувашской республике. Мы согласовали изменения в схеме территориального планирования Российской Федерации. Соответствующее письмо за подписью нашей главы республики тоже имеется, и оно ушло в соответствующие органы. Поэтому работа продолжается. Сегодняшняя встреча собрала задним столом руководителей муниципалитетов, по территории которых пройдет высокоскоростная магистраль, сотрудников ОАО «Скоростные магистрали» и специалистов различных ведомств, которые так или иначе задействованы в процессе. Роспотребнадзора, охрана объектов культурного наследия, кадастро и картографии, коммунального хозяйства и других. Одной из главных тем стало обсуждение проекта федерального закона, регулирующего земельные и градостроительные отношения, а также вопросы, связанные с изъятием земельных участков. Мы бы хотели прежде всего понять те проблемы, которые вы для себя увидели, рассмотрев проект этого федерального закона. Учитывая тот факт, что основная модель, заложенная в законопроект, это разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации в части передачи полномочий по изъятию на уровень субъектов Российской Федерации При оставлении полномочий по утверждению документации по планировке территории и принятии решения о разработке документации по планировке территории за Федеральным агентством железнодорожного транспорта. Поэтому, уважаемые коллеги, мы все регионы просим, и в принципе у нас представили свои позиции Владимирская область, Нижегородская область, Республика Татарстан, показать те проблемные точки, которые с вашей позиции на местах могут возникнуть при реализации указанного законопроекта. Часть проблем обсудили сегодня, остальные будут решать по мере продвижения. С началом проектирования вопросов наверняка прибавится. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика.